Я вас приветствую. Здравствуйте. С Новым Годом. Мы с вами вновь вместе. Я действительно рада разговаривать с вами. Сегодня наша с вами Пятница. Пятница — это та беседа, которую мы с вами проводим. Я очень надеюсь, что будем проводить долго, глубоко, по смыслу, по сути, для того, чтобы наша жизнь качественно менялась, чтобы улучшалось наше качество жизни, чтобы наше внутреннее состояние, вот этой глубокой ценности себя и уважения было всё-таки первично. А со всем остальным мы обязательно справимся, обязательно разберёмся. И вообще позволение себе жить — это круто. И никогда не нужно уповать на ближнего, на Бога, ещё на кого-то, корить их за какие-то их несуразные поступки или непонятные ситуации, которые происходят в нашей жизни. Всё в наших руках. И каждая наша с вами беседа по Пятницам, я очень надеюсь на то и приложу максимум своих усилий, для того, чтобы помочь вам в этом разобраться, чтобы вы смогли изменить свои действия, чтобы вы смогли наконец-таки позволить себе жить так, как вы хотите, потому что жизнь на самом деле не такая уж длинная. И дни убегают один за другим быстро, иногда очень бессмысленно. И оборачиваясь назад, нам хочется на секунду, на мгновение остановить, наверное, это время, посмотреть на свои прошлые поступки, посмотреть и подумать, действительно ли это то, что я хотела или хотел. Действительно ли я к этому стремился, к тому, что или к тому, что шла и стремилась и получила то на сегодняшний момент, чем была так воодушевлена, наверное, да, так во что-то свято верила. Объективность — крутая вещь в нашей жизни, когда мы точно понимаем, что любое напряжение приводит к тому, что мы начинаем поиск того, что вызывает это напряжение. И если мы перестаём жалеть себя и не ноем, не переживаем, а точно разбираемся, что что-то не так, то тогда мы перестаём бояться, потому что страх — это только линейная категория. Это когда мы очень хотим, но запрещаем себе что-то делать. Мы не умеем разговаривать, мы не умеем взаимодействовать друг с другом. Мы привыкли думать за друг друга, а он так, а я так, а вот это, а вот то, всё. Это такая жвачка ума, которая, как правило, всегда это обман, и такие несуразные иллюзии, которые приводят к нам к огромному количеству разочарований. И последнее, откуда очень часто задающий вопрос, после этого всего наступает лень. Лень — это, по идее, должен быть наш такой двигатель творческой энергии. Это когда тело отдыхает, а наш ум, наше начало творческое, такое человеческое, размышляет, переставляет образы и находит то оптимальное решение структурки, которое бы хотелось создать, преобразовать, и тот путь, по которому бы хотелось пройти. Но обычно лень у нас наступает как противодействие, как болезнь, которую мы хотели бы предъявить миру или человеку, который рядом с нами находится, для того, чтобы показать, что я бы, да бы, но не могу. И вот если вам сегодня действительно актуальна эта тема, давайте мы немножко раскроем, и вопросы, которые вы будете мне писать, я попытаюсь всё-таки как-то синхронизировать с этим направлением, для того, чтобы лень как инструмент давал нам возможность увидеть, что же мы делаем неправильно, или увидеть то или иное отношение, или увидеть цикличность в отношениях, или увидеть цикличность мышлений. Вот что-то с этой тематикой, потому что всё, с чем я сталкиваюсь, это когда человек говорит сопротивление, это когда человек, я не знаю как, когда человек начинает без конца спрашивать, зачем, так вот зачем, это что я хочу получить, как мне нужно совершить какой-то поступок, для того, чтобы моё положение дела изменилось. И чаще всего это женский вопрос. Мы такие-таки, почему, зачем, зачем я это буду делать, да это нет, да там то и сё. Вот давайте на эту тему поговорим. Но если будут какие-то другие актуальные вопросы, я готова на них ответить. Итак, добрый вечер. У нас сегодня с вами пятница. Мы достаточно долго не виделись. И в принципе, я думаю, нам есть о чём с вами поговорить. Поехали. Добрый вечер, Ирина Николаевна. Добрый. Подскажите, пожалуйста, как можно дать себе чувство собственной ценности, если было много обесценивания со стороны матери и отца? Спасибо. Вообще семейная наследственность, да, по-другому, как обычно сейчас все говорят, карма, это такая программа, очень ёмкая, очень тяжёлая, переходящая из одной семьи в другую, из расчёта, как делали со мной, так и буду поступать я. Это та непрожитая боль женская и тот патологический такой парализующий страх мужской. И когда вот в этом маленьком пространстве под названием «семья», где создаётся в принципе свой микроклимат, где женщина наполняет пространство, а мужчина, приходя туда, по идее, должен это пространство оберегать, что-то туда приносить, как-то садиться взаимодействовать, находить точки соприкосновения, общаться, это слова, порождающие энергию, порождающие какое-то обсуждение новое, мечты. Это, ну, к сожалению, или обычность, да, обыденность нашей жизни, у нас это не очень принято. Мы всегда пытаемся жить вовне. Так вот, чтобы что-то изменить в своей жизни, вам нужно, видя, во-первых, прорабатывать, не бояться смотреть и не бояться чувствовать эту боль, она не такая страшная на самом деле, или это такая детская глубокая обида, потому что ребёнок, не понимая происходящего, много-много сил тратит на то, чтобы что-то совершить, как-то станцевать, как-то принести, как-то там что-то, что-то, что-то обратить на себя внимание. Но в силу занятости или в силу каких-то порочностей, или в силу неудовлетворённости взрослые люди, родители, они, к сожалению, не обращают внимания на этого маленького ребёнка и говорят о том, что да что он там понимает, да что он там соображает. Вот это первая обесценка, это когда мы понимаем токсичность вот этой среды по отношению к себе, но за долгий промежуток времени мы к этому привыкаем и считаем, что это норма. Норма, когда оскорбляют, норма, когда обесценивают, норма, когда пытаются за ваш счёт как-то встать на ноги, то есть грязные шлёпки на ваши хрупкие плечи. Выходить из этого по первой, первые полгода, ну, наверное, непросто. Но в любом случае ценность себя, особенно женщины, она и заключается в том, что она видит, она преобразовывает эту программу, потому что берёт к руководству убеждение, ну, если не я, то кто? Если у меня есть дети, я переповторю весь этот ужас, значит, мои дети испытают то же самое. Вот это, о чём мы как-то с вами на стриме разговаривали, когда вы даёте себе честное человеческое слово «никогда никому не причинять боль». И вы становитесь этим человеком с пониманием, что эмоция, она, в принципе, движок нашего бессознательного, когда мы пытаемся в ярости, мы пытаемся в каком-то садизме, мы пытаемся в какой-то безысходности причинить другому, потому что он может лучше или у него получается лучше, нежели чем у меня. И чтобы не испытывать вот это состояние такой обречённости, безысходности, униженности в собственной голове или в собственной душе, мы пытаемся другого ограничить от того, что сами не можем сделать. Когда вы рассинхронизируетесь с системой под названием «семья», где два человека, ваши родители или один человек, не столь важно, генерирует и живёт ту жизнь, которую он живёт, я вас уверяю, он на это имеет право. И проверки были у ваших родителей или у вашего родителя неоднократно, как право выбора что-то изменить, как-то по-другому поступить. И каждая непройденная проверка, каждое такое обессиленное состояние порождало большую убогость. Но вы-то вправе поступить по-другому. И вот это ваша ценность, когда вы каждый раз потихоньку учитесь поступать по-другому. Ищите людей созвучных, с которыми вам хорошо, достойно, которые могут вас чему-то научить, которые чего-то достигают по жизни. Через тернии к звёздам идут. Нет лёгких путей в принципе, но есть чёткое понимание, что ваше, оно движется гораздо легче, гораздо продуктивнее, гораздо перспективнее, нежели чем чужое. Чужое — это груз на плечах, который вам навешивают, заставляют, принуждают, а вы не понимаете зачем. Вот это пресловутая «зачем», особенно женская, ну чтобы не остаться одной такой банальный вопрос, чтобы там кто-то ничего-то не подумал, чтобы там не подумали, что я такая-сяка. Я вас уверяю, каждый раз говорю о том, что подумают о вас все и те, которые думают, в принципе, то, на что они способны. Но тогда вы должны точно понимать, насколько ваша жизнь внутренняя, внутреннее состояние приятия себя, когда вы действительно просыпаетесь улыбкой, вы действительно внутренне хотите что-то создать, когда вы внимательно слышите человека для того, чтобы понять, что же он вам хочет передать. Или вы понимаете, что этот человек ничего не может вам передать. И вы спокойно уходите, поднимаетесь, говорите «спасибо огромное, как только у меня появится время, я вам позвоню». Не оскорбляя, не цепляясь, с другой стороны, имея заинтересованность. Вы каждый раз, каждый день преображаете свою жизнь, и вот это и называется ценностью. Когда вы не эмоционируете, и амплитуда ваша не падает от аффекта до «попал, упал, отжался и не поднимаюсь». Когда вы держите внутреннее такое координированное, сбалансированное состояние с пониманием, что если вы не цепляетесь, то ситуация уходит. Если человек пытается вывести вас на агрессию, значит, он почему-то вам хочет замстить. Значит, вы в его представлении должны быть в его глазах унижены. Значит, вы как-то показали слишком сильное влечение к нему. А если вы унижены хотите быть им, значит, он будет применять грубость. Если вы хотите, чтобы к вам применяли грубость, значит, это будут резкие неподобающие отношения. А это уже не отношения, это уже не любовь, это уже не человеческие отношения. Это мы опять вспоминаем с вами. Когда человек хотел бы вам причинить боль, разрушить вас, он сам находится в состоянии аффекта от собственной безысходности, но и вас уже принимает как объект, как предмет, над которым можно поиздеваться, которого можно пинать, шевырять, оскорблять. Это нереализованное внутреннее состояние убогости. Так вот, для того, чтобы жить хорошо, нужно понимать, что есть вещи, которые легче всего у вас получаются, и с них нужно начинать. И потом потихоньку, целенаправленно, ежедневно, с пониманием того, что вам, в принципе, подвластно всё, о чём вы думаете. Единственное, что на это нужно тратить время. А родовая любая программа, она отслеживается очень просто. Там мама с папой, бабушка, дедушка по одной и по другой линии, там прадедушки, тётушки, братья, сёстры. И если это всё переповторяется, ну тогда позвольте себе стать первым. Тем, кто, в принципе, позволит себе жить так, как вы хотите. Родовые программы, они очень ёмкие, потому что, собираясь родами, собираясь семьями, собираясь, вспоминая, это жизнь в прошлом. И очень классно, если это прошлое в вашем роду или в вашей семье достойное. Почему раньше так были востребованы династии, да, такие династии горняков, династии военных, военных, династии любой профессии. Не важно, это механическая профессия работающая, ювелиры, ещё кто-то. Но это было достойно, потому что из поколения в поколение взращивалась, во-первых, любовь к труду. Во-вторых, это было уважение к труду. В-третьих, передача нюансов, которые с раннего детства в формате интереса внедрялись у ребёнка и показывались, или обучались дети тому или иному навыку, во-первых, она не встречала сопротивления, и это становилось таким внутренним классным посылом. Я буду как дед, я буду с дедом работать, я буду там с мамой, я буду то. У неё было агрессии столько. На сегодняшний момент, ну я так называю, обзывалки тех же самых профессий, но в красивом формате. Мастер там по, условно, обработке территории, я просто уборщица. Оно, конечно, красиво звучит, но суть от этого не меняется. И нас приучили к тому, что мы пытаемся выдавать желаемое за действительное. Так вот, родовая программа и, в принципе, позволение себе жить, это когда вы честно себе признаётесь. Я по себе знаю, что признаваться в себе то, что происходит, да, или то, что происходило, и то, что каждый из нас, и я, как любой другой человек, делала когда-то одни и те же поступки, которые были очень схожи с моими, допустим, родственниками, это правда жизни, она сурова, но она очень достойна. И когда вы позволите себе это увидеть, вы не позволите больше этому повторяться. И с этого момента начинается ваша жизнь. Значит, рассинхронизироваться с той системой, в которой вы находились, и в которой вам было некомфортно, это первое. Второе. Когда вы чувствуете напряжение, это внутреннее состояние переповтора, это тот инцидент, с которым нужно справляться в Африке, а не потому что. Когда я потому что понимаю, что мне некомфортно, я встаю и ухожу, или разрываю отношения. Как, собственно говоря, любой, по идее, взрослый человек должен это делать. Но напряжение – это когда вынужденная детская позиция того, что нет выхода, некуда идти, беспомощность пресловутая, она и порождает состояние обречённости, и мы на него опускаем голову и думаем, ну, так. И тогда начинается вот это ныть юноша, и слёзы, и мы плачем, и нам так себя жалко, и мы такие маленькие становимся, такие убогенькие, калачиком сворачиваемся. И с этого момента внутри разрастается вот это чёрное облако страха. Страх – это категория духовная. В природе страха нет, мы его аккумулируем. И когда слишком много в голове тёмных мыслей, слишком много страха, мы просто перестаём действовать. Значит, мы останавливаемся и ищем, кому бы приспособиться, кому бы принкнуть за толику малую, лишь бы не преодолевать всё это. Так вот преодолевающий человек, взявший на себя такое право жить так, как он хочет, и позволяет изменить все те программки и обрести свою собственную ценность. И самое главное, защищая границы, защищая своё пространство, он понимает, какие или она понимает, какие люди приходят, что они говорят. И с этого момента и начинается обучение жизни нас, жизнь нас всегда учит, тому, как есть, и тому, как бы вы хотели, если есть тот образ, как цель, куда бы вы хотели попасть. И путь, как есть сейчас, и к тому, где вы хотите оказаться, является жизнью. Кто-то умеет или кто-то позволяет себе жизнь иногда кардинально менять, и это круто. Кто-то живёт и тянет лямку, но в любом случае, чтобы было хотя бы чуть полегче, чтобы было чуть-чуть поинтереснее, чтобы вы позволили себе что-то другое, начиная от другого фасона одежды и какой-то новой еды, какого-то нового фрукта или общения в другом формате с тем человеком, с которым вы никогда не решались. Вот это и называются изменения, которые со временем преобразуют и вытягивают, я даже не побоюсь этого слова, вас в другую реальность, в другую действительность. Сначала реальность, когда вы понимаете, что можно поступить так, а потом это будет ваша действительность, когда вы точно осознаёте, интуитивно понимаете, какая структура работает, какую программу человек вам предлагает, а вы имеете право согласиться или отказаться. И вот с этого момента ценность ваша будет возрастать внутри, как такой хороший титановый стержненёк, который каждый раз будет вам давать возможность в непростых ситуациях на него опереться или выстоять. Почему? Нужно уметь и удержать, нужно уметь и что-то сломать, не эмоционируя, понимая, что дальнейшая ситуация бесперспективна, а иногда нужно уметь держать, а иногда нужно уметь защищать. И всё это, в принципе, очень быстро человек может освоить, если он позволит себе, ну, хотя бы чуть-чуть познать эту жизнь и начинать двигаться в этом направлении. То жизнь с огромным таким, знаете, огромным опционом будет вам выдавать возможности, которые, в принципе, всегда находились рядом, но вы никогда их не замечали, потому что запретная система была очень жёсткая. Такой стиль манежика, из которого мы так и не выходим и не имеет значения, сколько нам лет, она у нас, знаете, присутствует с нами незримо, постоянно, ежедневно, ежесекунда. И как только вы понимаете, что манежик-то уже, ну, как-то маловат, и можно просто поднять ногу и перешагнуть, и вот это поднятие, как решение перешагнуть и ступить на свободную, достойную, красивую, огромную землю или пространство, в котором вы хотите находиться, вот это и является началом, основополагающим началом вашей новой, взрослой, такой достойной человеческой жизни с вашим удовольствием, потому что у каждого у нас удовольствие своё. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть коллега, который допускает небольшие пробелы в работе, разговорах. Немного искажает информацию про взаимодействие со мной в разговоре с шефом, но мне говорит, что ой, я не верно выразился, я не это имел в виду. При моём очередном запросе по работе говорит, что там опять не так, хотя я ещё не успела рот открыть, просто отозвала. Это синдром жертвы у него, он хочет внимать в нечувствие вины за мои якобы придирки его восприятия. Как с таким взаимодействовать? Если вы уже разбираетесь на тему того, что человек в каких-то нюансах, это же нюансы, в принципе, да, полутона называются, в принципе вроде всё сказано хорошо, но какие-то нюансы, если вы их видите, они искажаются, значит, об этом нужно спокойно, открыто поговорить раз. Второе, у нас есть такое внутреннее возмущение, ну как же так? Условно мы думаем, что это же очевидные такие вещи, мысли, поступки, я такого не говорила. Это эмоциональное возмущение, и это ваша субъективная оценка на происходящее событие. Значит, чуть-чуть приукрашивания, чуть-чуть за счёт вас возвышения, чуть-чуть ваше такое опускание, да, такое, это рабская психология, это такое, я не хочу выглядеть в чужих глазах там как-то прискорбно, наверное, бы я сказала. И мы тогда пытаемся, или человек, о котором вы спрашиваете, он пытается чуть-чуть приукрасить вот этот люфтики такие, такие вот эти пустоты заменить полуинасказательными вещами по отношению к вам. Ну то есть размыть ответственность себя на вас чуть-чуть, и от этого им становится легче. Когда вы видите, в каких это, или что-то человек сделал и не доделал, сбежал или оставил и не закончил. Это когда слова такие, ну вы понимаете, так, допустим, нельзя, я ей говорил, но она меня не слышит, и от этого происходит какая-то непонятная такая разнузданность ситуации, и на это тратится много времени, но никакой конкретики. Или когда человек говорит, ну я же думал, мы же когда-то договаривались, не ссылаясь когда, что вот это должно быть так, я начал своё, она не закончила, ещё там что-то, опять никакой конкретики, но уже соединение действия и слова. И когда вы приходите к человеку, спасибо, давай мы с тобой один раз, просто проясним, что происходит. Вот у нас есть отрезок нашего с тобой взаимодействия. Он небольшой и немалый, но здесь нужно довести наше понимание с тобой на уровне слова и поступков до такой степени, чтобы с полувзгляда, с полуслова мы точно понимали, на каком этапе внутри мы находимся, что нужно сделать, что нужно ускорить или наоборот, что нужно остановить. И это простые вещи, это достаточно ёмко, смысловые, без каких бы то ни было эпитетов, эмоциональных оболочек, достаточно хорошо сформулированные фразы, которые бы давали без каких-то внутренних домыслов слышать и делать то, о чём было договорено в предыдущий раз. Так вот и вы снимите свою вот эту эмоциональную напряжённость, когда вы возмущены таким поступком. Во-первых, человек делает так, как он умеет. Нехороший он, неплохой. Почему на работе очень часто возникают такие непонятные, конфликтные внутри ситуации, потому что каждый разговаривая на своём языке, что-то не досказывая, пытаясь уйти, пытаясь на кого-то переложить, не от того, что он плохой, а от того, что он что-то не понял, что-то не знает. Или какие-то предыдущие ситуации, как опыт, вызвали негатив, и сразу это перед глазами становится. И человек просто сливается в силу того, что он не понимает и не хотел бы, чтобы в очередной раз он находился в какой-то не очень приятной ситуации. Так вот и вы, понимая, что есть нюансы пустоты, вы фиксируете на этом ваше внимание при разговоре. И тогда, если человек на уровне автомата будет переповторять, он будет обязательно, чем больше напряжения, тем больше мы уходим без созналовку, тем больше наша такая привычная, оправдательная, или унижительная, или наоборот агрессивная модель выступает перед нами. Это как модель авторитета, как семейная программа. Опять-таки, когда на него наезжали, и он видел, что это было актуально, а его защита не актуальна, тогда вы просто каждый раз, отмечая, и даже это можно записывать, по-первых, пока вы не научитесь спокойно смотреть. Наше зрение должно отмечать, а эмоциональный интеллект должен слышать стыковку. Человек сказал и сделал. И если человек не выполняет взятые на себя обязательства, он недееспособен. Значит, он ищет группу людей или ту систему, где можно просто пристроиться за счет другого человека. Тогда ваши отношения должны быть в более таком строгом, не жестком, а строгом порядке. Вот от буквы А до буквы Б делаем в такие-то сроки, в такой комплектации и с такой последовательностью. И когда вы приучаете такого человека делать вот эту работу, которую он доводит до автоматизма, почему конвейерная система сейчас уже не очень актуальна, проще машине меньше разговаривать. Так вот, когда вы не эмоционируете, а удивляетесь условно, у нас начинается все то же самое, давайте еще раз. И когда человек понимает, что он не может вывести вас из равновесия, когда вы внутренне спокойны и знаете природу этого человека, то ему придется сделать то, что, собственно говоря, он хотел изменить для того, чтобы получить вашу эмоцию. Это своего рода вампиризм. Это такая мелкая гадость, когда на вашем таком раздраженном лице или повышенном тоне голоса человек понимает, что он тихо нагадил, но это не смертельно. Но ему очень приятно. Это такой шкодливый подросток-малыш, который уже может быть мальчик-старичок или девочка-старушка. Но это форма искаженного получения удовольствия. Так что вы выдохните, спокойно посмотрите, какой объем и какая коммуникация для вас была бы приемлема. И поставьте себе задачу. Вам нужно с ним 10 раз встретиться и проговорить эти пустоты, и зафиксировать, чтобы ни шаг влево, ни шаг вправо. Ну просто позвольте себе это сделать. Лучше сделать 10 раз или достаточно длительный промежуток времени негодовать, эмоционировать. Это нерациональный расход ваших внутренних ресурсов. А потом со временем вам даже это понравится, я вас уверяю. И это будут новые действия, это будет новое такое классное уважение к себе. И с этим я справилась. И отсюда вырастает белая лилия под названием собственная ценность. Вы бережете свои эмоции, вы бережете свои внутренние ресурсы и резервы. И не позволяете человеку вот так бессознательно чаще всего, не обижайтесь, это чаще всего бессознательная история. Но это та малая толика радости, бывшая в распоряжении ребенка, которая просто стала таким жизненным удовольствием, которое можно воспроизвести в любой ситуации, в любой коммуникации. И не имеет значения, это семья, работа, это может быть метро, это может быть автобус, это может быть улица, это может быть просто магазин. Ну тогда ваша задача научиться не цепляться за такие вещи, а удивляться, что в таком возрасте, ну, наверное, как-то уже целесообразно было бы вести себя чуть-чуть по-другому. Давайте мы проясним еще раз наши с вами нюансы, чтобы вы не выглядели так не очень по-взрослому, а я, собственно говоря, точно знала, что вот на этом отрезке, в этой операции или в этом действии лучше вас никого не будет. Не привыкайте друг друга унижать, привыкайте все-таки разговаривать или подбирать слова или язык, когда чаще всего человек не осознает, что он делает. А если это уже месть осознанная, если это месть от безысходности, и если это рабское «не хочу», я хочу сделать тебе гадость, потому что у меня ничего не получается, ну тогда, если это периодика, цикличность присутствует, и ситуации, как правило, идентичны, на каком-то последнем шаге человек сбегает, ну тогда вам очень нужно задуматься, потому что чем емче и круче будет ситуация по объему и по нагрузке и по факту исполнения, такой человек обязательно сбежит с последнего шага для того, чтобы с одной стороны не брать на себя ответственность, с другой стороны прибить вас, что вам было страшно, плохо и ужасно, и эта гадость уже достаточно накопительная, но, уверяю, не совсем лучший формат отношений рабочих, коллег, да, вот и учитесь это все видеть. Во-первых, вы сами растете. Это уже духовная категория знаний, вы разбираетесь, вы понимаете, и фиксация вашего зрительного восприятия будет очень четко форматировать именно вот эти структурные поведенческие модели, и это круто, потому что вы очень мало тратите сил, вы практически не тратите эмоций, а просто наблюдаете и понимаете, что на этом такте мы заканчиваем. Здесь должен быть другой человек, или же как-то вот человеку нужно попробовать объяснить. Не понял, не поняла, не захотела, всего доброго. Не допускайте в нашем мире, почему происходит и грубость, и резкость, и агрессия, потому что социально приемлемая для нас модель, молчаливое согласие и молчание, но оно должно обязательно перевернуться в гадость по отношению или в какой-то неадекватный поступок по отношению к тому, с кем я не согласен. Учитесь разговаривать. Когда человек разговаривает, он не готовит гадость. Когда человек замолчал, когда человек начинает напрягаться, и у него вот это вот такое хаотическое передвижение, а высказать он не может, это говорит о том, что вам готовят гадость. Так что учитесь спокойно разговаривать и прояснять. Готов человек на коммуникацию до 5 баллов. Не готовь. Начинает плакать, замещать слова слезами. Это маленький ребеночек, который очень убог, находясь в своей голове, как в сценарии, в безысходности. Он требует, требует его страх, требует компенсации, значит, кому-то нужно сделать гадость. Ну, не оставайтесь в числе тех людей, по отношению к которому данный человек и может делать гадость. Но это не говорит о том, что он сознательно это делает или она делает. Чаще всего это бессознательно, это такая эмоциональная, отрицательная яма. Слишком много раз не получилось. Ирина Николаевна, подскажите, почему, когда подходишь к человеку по рабочим вопросам, она, не поднимая глаз из-за монитора, без зрительного контакта, говорит с тобой, это точно не стеснение и не душевание. Тогда что это? Пренебрежение. Это пренебрежение однозначно. Это таким способом игнорирование называется, да? Когда человек ставит вас не в очень приятную позицию и пытается вам сказать, ну, условно, на отвали, да, на современном сленге или жаргоне говорить. Ну, тогда вы переходите на письмо. Во-первых, вам не придется испытывать неловкость и вот это униженное состояние. И вы просто проговорите, и чтобы я не забирала ваше время, давайте мы просто договоримся. Я вам буду писать там в рабочем чате, чаще всего это бывает, потому что все там на удаленках, да, или даже так нас уже приучили к этому, и мы очень с удовольствием относимся, потому что движухи нет, пальчик поработал, а мы вроде решили вопросик. Так что переходите на письмо. Это внутренний, очень несовершенный человек. И чтобы вот таким способом попробовать самоутвердиться, игнорирующим способом, да, так опять же вот на «отойди», если более корректным быть. Ну, зачем вам такое нужно? Во-первых, письмо очень хорошо, достаточно в рабочих моментах, да, на него всегда можно сослаться, его всегда можно прочесть, всегда можно задать уточняющие вопросы, и это как фундамент к тому, что мы будем обсуждать, или на что мы будем опираться. А когда слова вот этого зрительного внимания, контакта нет, это значит, человек не очень владеет собой, потому что смотреть правде в глаза — это очень достойное внутреннее качество любого из нас. А если этого качества нет, значит, это уже обман. Когда мы не смотрим в глаза, когда мы хотим обмануть, когда мы вскакиваем, когда мы не держим ситуацию, и внутренний сценарий, который должен быть развернут, или хотелось бы его развернуть и воспроизвести, он абсолютно кардинален от того, о чём договаривались люди ранее. И тогда начинается вот это вот движение, опускание глаз, мы чего-то там ищем, мы как-то пытаемся, и всегда это переходит в агрессию, в грубость, в резкость, в какое-то пренебрежение, в игнорирование, в какое-то запугивание, запугивание там и награждение там каких-то эпитетов, да, я думал, а ты, а всё. Ну, это просто выведение вас из равновесия. Мы всегда зависим от наших эмоций. Эмоции – это движок нашего бессознательного. И чем чище ваши эмоции, чем больше спокойности, уравновешенности и отсутствия агрессивности, вы можете достаточно жёстко сработать голосом, заявить свою позицию. Но внутреннее состояние раздрая не должно в этом случае присутствовать, потому что агрессия вот такая игнорирующая, это всегда внутренняя слабость. И когда вы это понимаете, вы говорите, хорошо, не буду тратить ваше время, давайте договоримся, все вопросы я буду решать по чату, по электронке, там, ватсапу, телеграмму, как угодно. Как сказали, так и начинаете действовать. В зависимости от ответственности вашей должности и степени чистоты коммуникации, посмотрите, как будут дальше происходить события. Но это уже ваши изменения. И если человек не пойдёт на эти изменения, тогда вы можете ещё раз подойти и сказать, если вы находитесь, допустим, этот ваш руководитель, сказать, во-первых, стульчик поднести к столу и присесть, чтобы быть на одном уровне. И очень спокойно смотреть, когда человек отвернут монитор, и научиться разговаривать, задавать вопросы. И так или иначе вам придётся, говоря, обратить на себя внимание. И когда первый раз на вас в глаза посмотрят, в этих глазах будет или не участие, а пустота, или патологический страх. Но только вы не уподобляетесь данному человеку, вам просто нужно это увидеть. И ещё раз сказать, что в данной ситуации, на мой взгляд, целесообразно всё-таки нам как-то переписываться с вами, потому что это быстрее по времени. Но при этом основная задача — не обращать внимание на человека, а обращать внимание на своё внутреннее состояние и попробовать произвести вот этот внутренний анализ, на что это похоже. Кто с вами так поступал? На кого была такая непонятная, вот эта вот обвинительная, уничижительная ваша реакция? Это ваша реакция. Потому что по отношению к другому человеку, если поведёт себя, ну, допустим, условно скажем, руководитель, да, то другой подойдёт, станет опираться руками на стол, скажет, Мария Ивановна, услышите меня, пожалуйста. Он будет требовать внимания и взгляда, чтобы зафиксировать и что-то уточнить, задать вопрос или наоборот что-то сказать. У вас такой модели нет. Значит, для вас это привычно, когда вы теряетесь. Так вот, этот человек может вести себя как может, а вы должны научиться вести себя так, как должно. Как должно по отношению к вам, коль вы работаете, занимаетесь какими-то делами, с уважением, с пониманием. Нет. Ищите новое действие, которое дало бы вам вот этот движок именно обратить на себя внимание. А потом, когда обратили внимание и зафиксировали взгляд данного человека для себя честно, тогда можете вернуться к тому, что, наверное, нам проще всё-таки с вами переписываться. Но вы победите себя. Не надо побеждать другого. Учитесь побеждать себя. Другой там как может. А вы по отношению к себе взращиваете опять-таки ту же ценность, о которой мы только что с вами говорили. И тогда потихоньку-потихоньку, уважая себя и умея корректно, но с достоинством очень спокойно, очень уравновешенно обращать внимание того, с кем вы хотите поговорить, и даст вот ту модель, когда с вами проще поговорить, что-то прояснить, нежели всё равно на пятый раз вы подойдёте и вплоть до того, что поставите что-то перед носом этого человека и скажите, посмотрите на меня, пожалуйста. Почему я иногда на консультациях всегда фиксирую именно зрительный, да, на меня посмотрите, на меня смотрим. Это только по той причине, потому что человек внутренне испытывает хаос и страх. А если внутри хаос и страх, договориться, проговорить что-то с этим человеком невозможно. Практически прерывается речь. Человек не может спокойно, прямо, по сути, последовательно что-то передать, что бы он хотел вам сказать. А если ещё и спиной отворачивается, ну это совсем, это уже неадекват. Потому что не только в глаза боится смотреть, а вообще даже не знает, что ему делать. И нужно кого-то унизить, с игнорировать для того, чтобы никто не догадался, или этот данный человек не догадался, что паралич внутреннего непонимания, страха и желания всё это разрушить, потому что я не могу больше этого терпеть. Он превышает все возможные внутренние категории оценки. Так что спокойнее подходите и ставите что-то, стульчик ставите, вот щёчку поджимаете, говорите, ну хорошо, давайте так. Ищите, ищите действия, изменения. Любая фиксация нашего зрительного внимания происходит на изменении действий. И будьте чуть-чуть настойчивы. А потом позвольте всё-таки выбрать формат тот, который удобен и вам, и менее для вас затратен. А человек пускай выбирает, в противном случае он знает, что вы всё равно добьётесь своей цели, и способ, ну может быть, по-разному. Так что дерзайте, и это будет повышать вашу внутреннюю самооценку. Добрый день, Ирина Митра. Добрый. Как научиться видеть своё истинное «я»? Научиться отделять его от ложного. Всё время кажется, что надо делать больше и быть лучше. И недовольство собой отсюда. Самый первый вопрос, да? Кому надо? Если вы будете честны с собой, то увидите, что на самом деле каждому из нас не так много надо. Ну это какие-то первичные такие условия, классно-комфортные, которые вы имели когда-то в своём представлении. Девочки играли с куклами, мальчики там что-то обсуждали, куда-то собирались летать, куда-то на чём-то ездить, кем-то быть. И вот это надо – это всегда чужая программка. И когда мы понимаем, действительно, как мне комфортно, и пытаемся уловить… Вообще вот этот комфорт – это ощущение тела. Вот когда действительно вы спите в удобной кровати, под удобным одеялом, тёплым, хорошее постельное бельё, как-то там книжечка на тумбочке рядом, или какой-то приятный светильник, и ваше тело от этого начинает потягиваться, глаза открываются с таким внутренним и с просыпанием, с глубокого сна. Тело отдохнуло. Вы там встаёте, вы там что-то себе наливаете. Вы никуда не торопитесь, и вы ощущаете полную безопасность и понимаете, что это ваше. Вот с этого момента фиксируется внутреннее ощущение «Как же мне хорошо!» Оно идёт изнутри, вне зависимости, что вы в этот момент думаете. Вот это вот ощущение, оно вот как образ выходит именно удовлетворённости. И это телесное, когда вы кушаете то, что вы хотите, когда вы общаетесь с теми, с кем приятно, когда вы объединяетесь на основании каких-то достаточно, если это задача, то изменений в работе, то, что вам приносит удовлетворённость, то, что вам приносит материальную ценность, то, что вам приносит какую-то хорошую перспективу в образовом будущем и общее объединение усилий, всё-таки развитие и видимость результатов, это тоже классно. От хорошо выполненной работы, от того, что то, что вы делаете, оно действительно круто. То ли вы кому-то помогли, прошла классная коммуникация, вы нашли тот нюанс, который как ключик не запускал систему, и вы разобрались, и полегчало всем, и работа пошла. То ли вы делаете что-то руками, то ли вы в каком-то процессе участвуете и с восхищением смотрите, что и вы вовремя, и следующий вовремя, и тот вовремя. Такая комбинаторная собирательная система начинает работать из людей заинтересованных, и общий результат всех вместе радует, и это происходит объединение. Это всё то, что мы с вами можем увидеть. Но есть ещё эмоциональная часть наших таких внутренних, ну, слова переживания, а вот именно, знаете, такой константы, когда очень светлая, чистая эмоция, и прежде всего, это коммуникация между мужчиной и женщиной, когда женщина что-то подумала, а мужчина уловил. Когда женщина открывает дверь, а мужчина стоит, и в его глазах вы читаете такое потрясающее уважение к себе, потрясающую любовь к себе, его желание в чём-то помочь, защитить, как-то что-то рассказать, или о чём-то спросить. И вот это опять уже женская ценность в глазах мужчины, она потрясающая. Она генерирует в женщине такое очень чистое внутреннее состояние передачи. Это как маленький ребёнок, мама которого пытается взять на руки, и она понимает, насколько же это ценно для неё, и насколько это беззащитное дитя. И какая же любовь, материнство, да, просыпается у неё. А здесь мы говорим о мужчине, а здесь мы говорим о том представлении, вот этом эмоциональном, когда вы пытаетесь сформировать и наполнить свою мечту. Это то, что нами движет, это то, что мы будем выносить в мир, выносить в коммуникацию между друг другом. И духовная категория, когда вы уже много чего познали, это уже внутренняя такая, знаете, мудрость такая. И когда вы чуть-чуть видите, что человек совершает ошибки, вы ему на ушко что-то скажете, или давай попробуем сделать вот так. И у человека получается, и вот эта удовлетворённость от того, что ещё один, ещё одна, и у них получилось. И значит, есть вероятность или есть перспектива того, что такие ошибки будут в меньшей степени совершаться, значит, человек дольше будет оставаться здоровым, в большей степени эффективным и продуктивным. Значит, тогда он научится со временем видеть и привлекать к себе именно таких людей. И вот это три качества удовольствий, когда человеку удаётся совместить в своей жизни, вот это называется счастье. Ровная противоположность, когда мы теряем свои мечты, нам ничего не хочется. Мы теряем возможность иметь деньги, финансы. Когда что-то не получается, и мы всех корим, да? И третье, когда начинает рушиться здоровье, когда человек абсолютно ничего не понимает, и маньячит в собственных каких-то там непроработанных программах из детства или из семьи. Так вот, когда вы растёте, то качественный переход с уровня на уровень, он всегда сначала начинается с очень глубокого негатива, оно потом обязательно в плюс выходит с более ёмким, с более глубоким, с более потрясающим именно переживанием состояния плюса или удовольствия. И тогда вот вся та дремлющая в вас, нереализованная ещё сила, или, по-другому сказать, запакованные ваши детские эмоции, они начинают распаковываться только, простите, много говорю, только при стрессе, да, при давлении. И когда вы поднимаетесь, когда вы, вот эта пружина внутреннего нет, то распаковываетесь и становитесь на голову выше. Вся ресурсная система открывается и становится для каждого из нас доступна только тогда, когда мы принимаем решение преодолеть стресс, когда мы не даёмся установку, я попал или я попал, а когда вы констатируете, что я нахожусь. И это тот вариант, который вы выбираете, как решение, как уважение к себе, как понимание своего человеческого достоинства, как ценности свои. И начиная эти движения, не останавливайтесь, не становитесь мишенью, которую будут убивать, унижать, уничтожать, а точно знаете, на что вы способны и точно хотите увидеть ту перспективу, которую для себя рисуете. И даёт нам возможность духовного роста, эмоционально уравновешенного состояния, точного понимания, что вы хотите именно то, что вы хотите, на всё остальное вы не готовы растрачивать ни опять-таки собственные деньги, ни свой ресурс, ни какие-то обсуждения, ни какие-то обманные, какие-то доводы других людей. Но обратная сторона медали, вы всегда будете выбирать таких людей или по крайней мере стремиться и очень внимательно за ними наблюдать на уровень соответствия. И легко, и просто будете принимать решение о расставании с теми людьми, которые обещать обещали, а действиями, поступками не подтвердили. Тогда не будет эмоциональной боли, тогда будет внутреннее понимание, что человек не справился, человек проиграл, человек не смог, у человека не получилось. И как ни парадоксально, он имеет на это право, значит, у него ещё будет ожидание какого-то шанса, ему ещё раз или ей придётся пройти какой-то круг почёта, который приведёт на повтор состояние. Но самое главное, вы выйдете из цикла, и вам уже не нужно будет очередной раз переживать вот эти эмоциональные внутренние качели, которые разъедают, как энтропичная такая ситуация, из которой очень сложно выйти, потому что энтропия, она распространяется молниеносно по времени. И когда вам это не нужно, и вы понимаете, что хорошо, я обязательно с этим справлюсь, и есть другой путь, который не подразумевает вот таких нецелесообразных, нечеловеческих взаимоотношений, то тогда ваше уважение к самому себе или к самой себе и будет опять являться ценностью, которая и даст вам возможность к следующему развитию, к следующей ступени, к следующему витку. И улыбка на лице будет говорить о том, что и с этой ситуацией вы разобрались. И это очень достойно чести и уважения. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте. Я забыла. Младшие дети, сын 11 лет и дочка 8 лет. Вопрос в том, что они не дружны между собой. Сын раздражается очень, кричит на сестру, и она его дразнит. Проводит время в телефоне. Как будет? Значит, вы с папой, со своим супругой, с папой вашим детей не являетесь для них примером, неинтересно что-то, значит, у вас нет какого-то внутреннего, традиционного режима, таких малых, приятных ситуаций, но ничего вас не объединяет. Потому что сынок пытается в силу, там где-то уже увидел, услышал в садике в школе, как другие видят, поступают, и пытается таким же способом самоутвердиться, значит, у него есть в чем-то пробел, и когда это опять двигательная система воздействия происходит на выбивание эмоций, значит, не очень есть те вещи, которые публично видны, как коммуникация словом, как, допустим, учеба, или там какое-то групповое занятие, где нужно один за один идти и понимать, что вокруг тебя люди, то это компенсация. То ли ваш супруг может быть так с вами поступает, а для вас это обычное нормальное состояние. Дети всегда выбирают системку, а чаще всего, коль находятся в семье, то выбирают модель поведения того авторитета, с которым не могут справиться. Слишком сильное воздействие, слишком беспринципное подавление, и тогда на ком-то мы пытаемся отработать эту модель. Ребёнок это делает абсолютно копируя. Он даже ещё не понимает, что это такое, и он работает именно зрительным форматом. Получилось до слёз довести, я победил. Не получилось до слёз довести, не победил. Побежала ябеничить, всё добью. Не побежала, терпит. О, попала, жертва, значит, потихоньку, потихоньку. Но каждый раз этого нужно будет всё больше и больше, потому что удовлетворённость, она тоже имеет такой разрастающий характер. Если вы не будете разговаривать, не будете показывать своим детям, что есть другой формат взаимоотношений, ну, тогда это будет, к сожалению, усугубляться, потому что люди, причиняющие такую грубость, агрессию, вот такую неконтролируемую детки, значит, у них что-то очень долго не получается. Значит, они то ли недолюбленные, то ли внутренне какая-то уже зародилась такая бессознательная программа, посмотрите внимательный, он кого-то вам напоминает. Вот у меня был такой очень интересный случай, когда девушка пришла и говорит, мой ребёнок, я его очень люблю, у нас хорошие с ним отношения, но и он вроде так ластится, но как только садится на колени, он с улыбкой на лице начинает меня щипать. Вот прям вот так вот, пока я не вскрикнул. Это внутренняя агрессия, которая ребёнком была уже накоплена мамой ещё в состоянии беременности. И от того, что нет папы, им никто не занимается, и вот эта двигательная система, она трансформируется в причинении боль другому, и понять, осознать, ребёнок этого не может, но его боль от того, что у кого-то есть папа, у меня папы нет, и в этом не навыкновата мама, почему дети, они очень агрессивны, они очень примитивны в силу того, что они нарабатывают только модели, они нарабатывают только понимание. Вот проявляется вот в таком наказании этого маленького ребёнка самым любимым человеком, вернее, самого любимого человека — это его мама. Вот и вы, будьте внимательны, потому что мы просто тупо хотим из-за нашей занятости, из-за нашей бесконечной какой-то суеты жизни, мы просто им говорим, что им нужно делать, чтобы нам было комфортно. Мы не занимаемся детьми, мы их не взращиваем, мы не пытаемся понять, что где недостаёт, почему так, мы не пытаемся взять обнять и ему, скажи, пожалуйста, что происходит, а почему у тебя болит, а почему там, что у тебя там, и это всегда должна быть синхронизация с ребёнком на его уровне. Если ребёнок любит сидеть на полу, сядьте с ним рядом. Если ребёнок хочет, чтобы вы его обняли, обнимите его, положите голову, и на это нужно тратить время. А в противном случае вы будете видеть проявление его, вот этих неосознанных, будоражащих голов, хаотичных, где-то взятых, вот таких кусковых, отрезочных, спаянных, каких-то не очень понятным путём структурок, и кто-то, кому-то нужно причинить боль, потому что больно мне. И это очень примитивно. Значит, в вашей семье нет традиций, я не знаю, ужина, ешь, давай быстрее, давай тарелку за собой, убери, это вечное понукание. А он бы хотел, чтобы ему многое объяснили, или многое показали, или просто с папой куда-то пойти чем-то заняться примитивным, простым, элементарным, но это давало бы причастность ребёнку почувствовать, что он нужен и папе, и вам, и сестре. Просто наблюдайте. Это, во-первых, необходимость, та, которая гарантирует внутреннее хорошее расположение в семье, раз. Второе, что очень важно, не даёт накапливаться этой пассивной агрессии, вот, непроработанная агрессия, она будет выскакивать в самый неподходящий момент жизни. И это, как говорится, в 14 лет вроде мы с ним справлялись, а после 14, когда вот эта гормональная система совсем вышла из-под контроля, и вот эти сейчас детки, и почему программа по телевизору, там, 16 беременна, там, ещё там что-то. Вот эта накопленная агрессия как непонимание, уже ребёнок думает о том, что он плохой. Если вы не хотите делать то, что ему было бы понятно, если вы с ним не разговариваете, или когда, вернее, не если, а когда, вы с ним не разговариваете, когда родители утром их оттягивают в садик, а вечером с такими же слезами забирают обратно, и это всегда выдёргивание, это всегда невозможность услышать или нежелание услышать ребёнка, и порождает накопление вот этой неудовлетворённости и агрессии. И когда она накопилась, полная чашечка, то эта чашечка начинает при последнем перышке, казалось бы, ничего не предвещало выворачиваться в такую ситуацию, которую можно останавливать иногда не один год. Так что вы сейчас пытаетесь создать такие условия или такую среду обитания, в которой бы ваши дети больше улыбались, больше задавали вопросов, были бы говорливы, ещё раз вспоминаем, когда нам не отвечают на вопросы, мы копим негодование. Когда приучены получать ответы на вопросы дети, они всегда из себя выдают вот это огромное количество вопросов, на которые получают ответы, это зарождает внутреннюю удовлетворённость, и там нет агрессии, там останавливается на уровне интереса. И так ребёнок взрослеет, и чем дольше, и чем продуктивнее, и чем ёмще, и чем богаче будут темы для вашего обсуждения, или рассказов, или выбора каких-то там совместных посиделок, или, я не знаю, тех же ютубов, или тиктоков, неважно что, но главное, чтобы это было обоюдное обсуждение, чтобы ребёнок понимал ваше мнение, вашу точку зрения, зрение отца, чтобы это вот было как-то, давай посмотрим, а давай сделаем, чтобы он понимал, что ему отвечают, он нужен, он любим, им занимаются, тогда вот этот внутренний процесс осмысления и отсутствие страха спросить или задать вопрос на любую интересующую тему, а у нас тем много запретных, и где-то приходится детям это не очень хороших контентах даже узнавать и искажать, но тогда и в семье будет хорошо и достойно, и перспективу вы собственным детям рисуете такую, на основании которой они будут фиксироваться при выборе своих будущих одноклассников, друзей, будущих каких-то связей в плане любовных, это будет менее больно, менее разочаровано, потому что лёгкость внутренняя будет присутствовать и не побоится к вам же, как к маме, прийти и обсудить, а вы не должны ограничивать, это же расскажи, что ты чувствуешь, расскажи, пожалуйста, а как ты видишь, что происходило, и вы не столько пытаетесь ему что-то навязать, а сколько каждый раз вот таким способом даёте возможность, задавая вопросы и проговаривать своему ребёнку, познавать ему же самого себя, вот ценность основная, когда каждый из нас не боится самих себя, когда не замыкает сознание, когда человек не может объяснить или ребёнок не может объяснить, что он сделал, он находился в бессознательном состоянии, а бессознательное состояние это всегда агрессия, это всегда отсутствие понимания, что нужно сделать, и один способ, пускай поругают, пускай будет больно, побьют, но хотя бы, хотя бы так обратить внимание своих родителей, самых дорогих людей, которым он очень хочет быть нужным, понаблюдайте, дети, они наивные, простые, и с ними, ну, если включить вот это вот желание именно взрастить, проявить их природу и чуть-чуть этим позаниматься, это самые благодарные существа, которые есть, и вот это вот на обратной связи, на обратной тяге, это когда ребёнок прижимается своим лицом к вашей ладони, ну, это, на мой взгляд, это самое дорогое, это такая, самая чистая, самая достойная благодарность, которая присутствует во взаимоотношениях родителей и детей, ну, я имею в виду там до 5-7 лет, и чем дальше вы в таком режиме коммуницируете, развиваетесь и обмениваетесь, тем большим количеством уважения и любовью, тем большим количеством доверием о впоследствии веры и отсутствием вот этой агрессии, а присутствием желания научиться защищать, и будут развиваться ваши семейные отношения, это будет самое крепкое, самое замечательное, самое любящее внутри и абсолютно уравновешенная во мне семья, которая, собственно говоря, и должна быть у каждого из нас, чего я вам и желаю. Наблюдайте за своими детьми, это очень замечательно, и это очень достойно, это радость, ежедневная, постоянная радость, коммуникация, общение и обратной связи. Ирина Николаевна, в последних видео вы упоминали, что мужчины не могут вырабатывать энергию, могут только женщины. Объясните, пожалуйста, суть этого процесса. Как женщины вырабатывают ее? Это в каком-то месте в теле происходит. Почему мужчины не могут? Извините, может наивно звучит, но реально хочу разобраться. Спасибо большое. Вот давайте мы на очень простом примере, чтобы вы увидели, как это работает. Семья. Ну или мужчина и женщина, отношения, да? Кухня. Мужчина сидит, разговаривает по телефону или кушает, да? Он совершает практически одно действие, и это физическая сила или берет с одной, я не знаю, там полки, края стола и переносит что-то в другое. И мужчина работает физической силой в одном направлении совершая одно действие. А теперь смотрим на женщину. Женщина разговаривает по телефону, одномоментно режет лук, не дорезала лук, открыла крышку, там, я не знаю, какой-то кастрюльки, там что-то помешалось, пришел ребенок, она говорит, минуту, положила телефон, говорит, да, солнышко, да, книжечка вот там, вот там и вот там. Да, родной, иди гуляй, да, иди возьми книжечку, да, иди то-то, то-то возьми. У женщины моментально может быть достаточно, я не буду перечислять в цифровом эквиваленте, чтобы ни в коем случае вас не вводить в заблуждение, достаточное количество дел, не считая, что у нее машинка там может где-то двигаться, потом она может подойти к мужу, поцеловать его, и сказать, родной, пожалуйста, принеси мне там то-то, то-то. Одномоментно вернуться к тому, положить опять телефончик, говорит, послушай, тогда-то было то-то, включаться моментально в разговор, из которого она практически не выключалась, потом подойти, дорезать лук, поставить сковородку, налить это масло, что-то начинать делать, потом опять прибегает ребенок, он говорит, да, солнышко, давай вот в этой тумбочке, давай подержи, ногой держим тумбочку, открываем шкафчик, достаем что-то, но мы хорошие, побежали, и это бесконечность. Вот женщина, чтобы вы понимали, что это происходит, как это работает, женщина в своем пространстве из всех объектов и субъектов, которые там находятся одномоментно, допустим, в отдельно взятой квартире, она может всем своим вот этим существом, да, она может наблюдать и понимать, у кого что происходит, и от того, насколько женщина созидательна или разрушительна, ну, по-другому могу сказать, в мужских или в женских энергиях она находится, если она созидает, то вокруг нее создается пространство, где у всех как-то находятся дела, она всем успевает уделить внимание, в том числе себе, у нее как-то все спорится в руках, и она занимается, женщина занимается тем, что преобразует из того, что есть, каждый раз, как из ингредиентов, вот как девушки, женщины меня слушают, из картофеля, моркови, свеклы, капусты и там какого-то кусочка мяса, она все это собирает и варит вкусный, замечательный борщ, суп там, да, ну, что-то такое, вот, из разрозненных ингредиентов одна может сварить борщ, который за обе щеки все уплетают, а другая может покидать, сварить, и ничего не получается, вот сразу, женщина генерирующая, она вкладывает в это, вот, частичку себя, ей доставляет удовольствие, что ее близкие, ее дом чистый, уютный, там пахнет чем-то, она любящая, ее любят, и, как правило, возвращается, и вот мужчина приходит, говорит, родная она, или заходит и улыбается, говорит, господи, какая ты у меня красивая, я даже не знала, чем дольше мы с тобой, тем краше и краше ты становишься, дети подбегают, мама, мама, ты пришла, мама, а то и все, и вот эта женская мягкая сила все это преобразовывает, и у нее это хорошо получается, мужчина, это охрана периметра всего того, что он позволил, по большому счету, создать женщине, и когда он окунается в эту, вот такую приятную, достойную, теплую, я даже не побоюсь этого слова, энергетическую среду, он это впитывает, он здесь желанный, его здесь ждут, о нем здесь заботятся, в него здесь верят, ему позволяют выслушать какие-то мечты, его куда-то включают, его куда-то направляют, ему что-то показывают, он имеет право выбора, он или соглашается, или не соглашается, и это называется энергообмен, и этот мужчина идет домой, ему все время хочется домой, его никуда не тянет, если это взрослый мужчина, а не подросток, который, ну, как-то там, сегодня помню, завтра не помню, и когда люди в молодом возрасте объединяют свои жизни, и если хорошие внешние, вот, проявления, как ориентиры, выбираются, то женщина, вот, как батареечка, которая генерирует, у нее всегда есть какие-то идеи, у нее всегда есть желание, вот, именно наполниться, почему у богатых людей очень определенного качества женщины, вот она в него так верит, она его взращивает, она, безусловно, становится за спиной, она его не имеет, но она в него свято верит, она в него вкладывается своей любовью, своей чувственностью, своими объятиями, он откликается, у них происходит объединение, из двух уже три, это большое такое внутреннее, вот, внешнее поле в их семье, которое и генерирует идеи, действия, они объединены, объединены тем, что женщина восхищается мужчиной, ей хочется с ним разговаривать, а он с огромной благодарностью принимает эти разговоры, он ее не предает, он ее чуть-чуть корректирует, она чувствует, что она защищена, она чувствует, что она в безопасности, она чувствует, что ей еще что-то хочется сделать, еще как-то улучшить это пространство, чтобы он, приходя домой, даже уставший, даже немножко там чем-то озабоченный в силу работы, занятости, там каких-то внешних раздражителей, но он только заходит домой, и он выдыхает, и дети бегут, и она его встречает, и вот она растворяет этот негатив, который он как-то там где-то взял, ему становится легче, она его наполняет, она с любовью в глазах смотрит, как он кушает, она ждет, когда он скажет, господи, какой же вкусный бурщ, или какие вкусные котлеты, или там что-то как-то, ну что девочки, мы в воскресенье там, или мои дорогие, мы в воскресенье едем с вами туда-то, я так решил, и вот этот всплеск восхищения, эмоциональный, искренности, радости о том, что мужчина заботится, и мужчина вот как-то предугадал, потому что он умеет, слышит, заворачивает, или закручивая, такой огромный водоворот, такой емкой, чистой энергии, и очень часто, я думаю, если есть такие люди в окружении, вы понимаете, что у них как-то все мечты сбываются, они как-то не попадают в какие-то неприятные ситуации, они как-то вот, как-то у всех сложно, но они потихоньку вырулили, и здесь нет критерия материальности, так живут немногие, но живут на разных социальных ступенях люди, их объединяет, вот это именно часть, с частью того, что мы с тобой создаем, часть того, что мы еще раз с тобой вместе, что мы опять вместе проснулись, что мы опять этим уложимся, детки здоровы, у нас все хорошо, это зарождает перспективу развития, или кто-то, кого-то, ну такая обыденность того, что кто-то кисло улыбается, кто-то в ушке что-то рассказывает, а на самом деле почему-то не хочется общаться, почему-то хочется отстраниться, и это первый признак того, что что-то изменилось, или мужчина начинает, допустим, выпивать, или мужчина там начинает как-то агрессировать, эта женщина, не осознавая, уже не видя к себе достойные отношения, она меняет полюс вот этой энергии в данном пространстве, и мужчина пытается, не понимая, откуда берется конфликт, он пытается то ли вернуться на исходную, то ли выкачать с нее что-то, выбить с нее что-то хорошее, а она упирается, и не дает, и пошло вот это сопротивление, конфликтная ситуация, и друг из друга кто-то что-то выбивает, потому что по-другому никогда не пробовали, по-другому никогда не получалось. Почему? Да потому что нас научили разговаривать. Обычно необходимо и приучать себя нужно к тому, чтобы пока задачка, пока проблемка не будет прояснена на уровне слова, пока не полегчает, вы же на консультациях, наверное, слышали, вот я иду до момента, пока человек выдыхает. Вот это снимается негатив, когда человеку становится легче, это дошли до сути, дошли до причины. И как только эта причина перестает давить на человека, он выдыхает, происходит облегчение, и тогда нужно договариваться о том, что давай мы просто заведем новое правило или такую необходимость, чтобы пока не проясним, не дойдем до сути начинающегося конфликта, мы не встанем со стола из-за стола. Мы все-таки проговорим друг другу, что мы видим, каждая сторона, каждый взгляд, пока не найдем точки соприкосновения. Если этого не делать, плюсом знать определенные качества природы, будут или постоянные конфликты, как разрядка вот этого негатива, или это будут на стороне не очень лицеприятные вещи, и тогда человек уже там синхронизируется, а здесь это какое-то будет наплевательское отношение. И если женщина этого тоже не замечает, то ее, как бы это помягче сказать, ну, наверное, она будет испытывать не очень хорошее отношение какой-то промежуток времени, а потом абсолютную обесценку и такая утилизация своего рода. Почему всегда любая неожиданность для нас является ударом, когда мы не ожидали, когда мы не проговаривали, и каждый живет в своих мыслях, и вот эти всевозможные разводы, разлуки, или там доходящие до аффекта какие-то внутренние конфликты, переходящие в более и более жесткую форму, это и говорит о том, что люди где-то потеряли связь. Значит, кто-то из этой семьи, как из этой системы, или выдернут кем-то, или сам, или сама ушла, и где-то другие приоритеты, другие представления, другие мечты стали более актуальны. Значит, здесь этого человека нет, и чтобы не оправдываться или не выглядеть плохо, потому что не смогла или не смог объяснить, значит, тогда эту систему нужно разрушить. Вот почему, собственно говоря, мы и занимаемся прояснением того, чтобы научиться личной безопасности, научиться не эмоционировать, видеть сверху и понимать себя, почему мне вдруг не захотелось идти домой, почему мне вдруг не захотелось что-то выяснять и прояснять. И это честность по отношению к себе, и это очень понятно и просто нами внутри у самих себя читается. Но в силу того, что у нас нет такой привычки, мы начинаем себя забалтывать какими-то нудными вещами, и вот всё то сокровенное, всё то сигнальное изнутри, как последнее предупреждение потом началось, мы, как правило, игнорируем. Это внутренний мир, точно так же во внешнем мире. Что обо мне подумает мама, что обо мне подумает папа, что обо мне подумают коллеги, что обо мне скажут соседи. И я опять позволю себе переповторить, они уже всё о вас подумали. И вы на основании их отношений, их поступков, их заботы, любви, понимания или беспринципности и вообще наплевательского отношения уже это можете считать. а не думать, что у кого-то плохое настроение, у кого-то что-то не получилось, вот так всех бывает. Это забалтывание себя, потому что шаг следующий делать нужно будет самостоятельно. А мы, к сожалению, не очень привыкли к самостоятельности. Нам обязательно нужно где-то, обязательно какой-то кострелёк найти, обязательно какой-то поднять из глубины своей памяти или бессознательного страх и обнять его, и сидеть тихо, тосковать и подскуливать. Вот как только вы позволите себе видеть очевидные вещи, они достаточно просты. Как у нас есть два сценария, мы можем просто разрушить всё одним движением, потом долго огребать последствия, и это будет сценарий с поражением. А можем где-то остановиться и не идти в разрушение, не идти в выяснение, а просто понять, что дальше идти в объединении с данным человеком или на данной фирме, или на данной работе, но нет перспективы, как констатировать. И тогда спокойно встать и уйти, и помнить не плохое, а хорошее, тем самым вы обезопасиваете себя и свою перспективу, и своё будущее. И никогда не тяните представления или переживания на тему того, «А как там будет, о чём там она или он думает?» Вы никогда этого не узнаете, потому что если допущена была такая ситуация, и вы в неё погрузились, значит, ничего хорошего у вас не думали, никак о вас не заботились, никак о вас не переживали, и самое главное, никогда вам не говорили правду. Вот эта суровая такая константа о каком-то промежутке вашей жизни и даст вам возможность самой лучшей, самой классной, самой достойной перспективы. По-другому это называется опцион. Как только вы это закроете, то пространство освобождается, и на это место обязательно придёт что-то лучшее и хорошее, потому что волновая система нашей с вами жизни всегда работает от минуса к плюсу. И чем дольше мы пытаемся растянуть искусственный плюс, тем глубже будет падение настоящего минуса. Вот так это всё работает. Здравствуйте. Всегда живу в ожидании, что что-то должно произойти. Плохое. Тревога. Страх. Бывал врачей, диалицитов, витаминов нет. А что были, восполнила. Удалось понять, что в детстве меня так сломало, что нет доверия к ним. Всегда страх и тревога. Но тщетно. С чего можно начать? Сама по себе я вообще не депрессивный человек, а птилист. Но вот эта внутренняя тревога... Тревога – это нарушенная безопасность. Ещё раз. Значит, та система. Система – это как квартира, в которой вы живёте, работа, в которой вы работаете, район, территория, страна, в которой вы находитесь. Под каким-то там переповторяющимся внутренним убеждением вы констатируете, что здесь небезопасно. То есть вы или действительно находитесь в токсичной среде, где такое понукание присутствует, или ограничения, или запреты, или вам нужно как-то подстраиваться. Самое простое, как, знаете, как упражнение, которое вам даст возможность познать самих себя. Когда вы подходите к двери дома, если вы просто зафиксируете, что с вами происходит, и если вы сгибаетесь под обречённостью, типа надо, потому что, потому это токсичная для вас среда. Даже это, если самое весёлое, самое классное внутри там положение такое, да, вас там ждут всё, но если для вас это токсично, и вы с трудом переступаете, то это не ваша среда. Точно так же, как вы ходите откуда-то, какая-то есть такая навязанная привычка, там щёчку поцеловать, там или ещё что-то сказать. Но если вы заметите, что вы выдыхаете, когда за вами закрывается дверь, это токсичная среда. А если вы на кого-то смотрите, то очень внимательно, чуть больше секунды, когда человек ещё не отвернулся совсем, то выражение лица кардинально, вот эта мимикрия меняется, и вы точно должны понимать, что для человека ваши отношения токсичны. Не потому, что вы плохая или хорошая, или хороший или плохой, а потому, что задача его и задача ваша не стыкуются. Значит, это вынужденное нахождение, и рано или поздно оно закончится. Мы всегда начинаем со среды обитания, с коммуникации с людьми, и, собственно говоря, на созвучии это всё должно быть вашего внутреннего состояния. Хочется возвращаться, не хочется, это невидимая часть эмоций. Как вы преображаетесь или как вы напрягаетесь, когда туда нужно заходить, и очень хочется как-то быстренько лечь спать, чтобы никто не видел и ни о чём не разговаривать. И, собственно говоря, значит, желания, которые вами управляют, и вами не особо осознаются, они ничего не имеют общего к этой среде. Вот это честность опять по отношению к себе. И когда это вынужденное, это запретно-ограничительное, система «я не смогу, я не справлюсь», и уж как-то лучше я здесь потерплю, лишь бы не снимать квартиру. Я лучше тут на этой работе потерплю, потому что здесь хороший коллектив. Я лучше промолчу, но потом я вот сделаю так, и как-то что-то схомячу, и как-то там что-то, как-то там приспособлюсь, и уйду там, и мне можно уйти. Но мы всегда выгадываем. В принципе, в опоре, когда нам плохо, работает пресловутый наш треугольник. Кто-то кого-то спасает, жертва и палач. И если вы одну из этих ролей отыгрываете в той системе, в которой вы находитесь, значит, определите те роли, которые так или иначе на вас воздействуют. Значит, вы абсолютно живете выгодой. За выгоду мы платим X3 всегда. Так целесообразно это делать или нет? Значит, это присутствует внутренняя ущербность. И вы всегда себя обманываете в угоду тому, чтобы не взять какую-то ответственность на себя, не делать что-то для себя, не создавать для себя условия, потому что вот это не уложение, уничижение, пренебрежение к себе, взято как отношение того человека, которого вы сначала очень любили, а потом очень сильно ненавидим, от любви до ненависти, один шаг. То третья категория, вы обязательно превратитесь в того человека, которого вы какой-то промежуток времени ненавидели. И тогда вам придется, хотите вы того или не хотите, отыграть эту роль именно в той среде, в которой вы пытаетесь остаться, но она для вас токсична. И это не говорит о том, что это обязательно минусовая, какая-то там неприличная или какая-то там еще среда. Огромное количество людей вообще не переносят радости, просто не переносят искренней радости, искренних каких-то таких простых, очень значимых вещей. И, допустим, собаки и кошки могут раздражать в доме, а кому-то это такая приятная разгрузка, приятная такая забота, приятное такое с ними взаимодействие. Почему всегда нужно в первую очередь обращать внимание отношения человека к братьям нашим меньшим. И как только вы это научитесь видеть и смотреть, степень заботы за того, кто от нас зависит, и посмотрите внимательно на то, откуда человек вышел, как он себя позиционирует, о чем он разговаривает, как вообще отношение к людям ведется, сколько степени пренебрежения зашкаливает. И чем выше эта степень, тем убогее это создание. И когда вы понимаете, что это не ваша жизнь, то вы легко позволите со временем, взяв в себе время, подготовить другую собственную среду, где вам будет более комфортно. Деньги приходят только под задачку, под изменение, под то, что вы действительно хотите. Ну нельзя сидеть и ждать, что оно как-то само. Нет, к этому нужно идти, двигаться и изменять. И вот это состояние дает внутреннее понимание, что я могу себе это позволить, ну правда могу. Да, не завтра, но я завтра начну и никогда больше, даже если придется шаг назад сделать, даже если придется чуть в сторону, даже если придется там что-то защищать, но я все равно иду по своему пути. Это новый взгляд, это новое видение, потому что все, что вокруг нас, как бы мы не хотели, да, люди почему-то становятся злее, грубее и менее коммуникабельны друг с другом, а природа почему-то начинает развиваться, очищаться. Вот такой интересный парадокс. Учитесь, вернее, наблюдайте за всем тем, что происходит вокруг вас. Это все живое, это все изменяющееся. И насколько это приносит вам внутреннее удовольствие, насколько вы можете в этом находиться, и насколько вы можете считывать это все. И с этого момента вот этот внутренний цензор ваш, как ролевая составляющая, будет фиксировать, где вам хорошо, а где вам не очень. И вы сами себе позволите или дадите право находиться в этой ситуации, или все-таки куда-то пойти во что-то более для вас комфортное, более перспективное. Потому что вот это болотце ничего не происходящих событий, наша пресловутая комфортная среда, мы об этом тоже с вами уже говорили, это замершая ситуация, где все разрушается. А любое изменение подразумевает преодоление чуть-чуть или достаточного большего количества вложенных ваших усилий. Это когда мы что-то хотим, и от того, чего нет сейчас, и от того, что есть в будущем, как изменение, нам жизнь всегда дает такое пресловутое препятствие. И чем емче мы хотим что-то опознать, узнать или обрести, тем емче будет препятствие, через которое нам нужно с вами пройти. И в этом заключается наш образ жизни. Если мы ничего не хотим и ни в чем не заинтересованы, то это будет обыденная жизнь, которая не меняется годами и от смерти до, вернее, от рождения до смерти переповтор, или родовой программ, или семейный. Или мы ждем с благоговением, когда же я одену мамин халатик и возьму ее кружку и сяду за ее стол, и на это тратится вся жизнь. Или какая-то такая очень своеобразная, очень жесткая программа проходит как нитью, и с этим нужно разбираться, потому что она вшита в бессознательное. И она, их восемь, и они идут, и они одна другую накрывают, как волну, и справляться с этим нужно только одним способом увидеть. Или чтобы кто-то сказал, показал со стороны именно на вашем языке. Чтобы вы сначала ужаснулись, а потом все-таки расслабились, не напряглись, услышите, а расслабились, и начинали движение по исправлению этой программы. Они очень жесткие. И все наши поколения до, ну, как правило, потрудились. И там слишком много обид, там слишком много недосказанностей, там слишком много страхов, слишком много претензий, которые бессознательно в нашей семье нами впитывались, как детьми, а родителями передавались. Это предупреждение, это ограничение, это такой злостный опыт, хотя времена меняются, но в принципе жизнь, она не особо меняется. Эта декорационная часть создается как бутафория вокруг нас. И если мы, глядя на эту бутафорию, будем видеть ценности, которые для нас необходимы, потому что они для нас важны, и мы к ним стремимся, то бутафория будет расступаться, а ваша ценность с вами будет соединяться. Это и люди, это и место жительства, это и ваше занятие, как специальности, потом объединение для создания чего-то лучшего, большего, достойного. И всегда начинается с того, насколько вы можете себе это позволить или не можете. Об этом можно мечтать, но никогда не начать. И вот это самая утопичная программка, когда люди много мечтают, но не позволяют себе реализовывать мечты и находят всегда крайних, которые почему-то являются в их понимании или в их мыслях, или в их мечтах виноватыми. И это пустая жизнь, очень пустая жизнь. Или святая такая вера, искажённая, иллюзорная, такая очень удобная, что кто-то обязательно придёт и решит все мои проблемки. Куда-то я пойду, и там будет всё и сразу. Никогда этого не будет. За всё в этой жизни есть цена вопроса. И поверьте, это замечательно. Когда вы заплатили, когда вы, как закон сохранения энергии, если вы вложили время, усилия, знания, волю, энергию свою, вы имеете на это право. Если вы не вложили, а претендуете на чужое, даже если вы украдёте и получите, это как пыль, как песок, всё равно рассыпется в ваших руках. Потому что так устроен этот мир, и две противоположности нам нужно учить соединять. И только выходя из этого всего и осознавая себя Творцом, Со-Творцом, Созидателем, и неважно количество того, что вы создадите, главное, с каким вложением, с каким внутренним состоянием, для кого вы это делаете. Если это вы делаете для других, не унижаясь, а именно от того, что вы чему-то хорошему научились и готовы научить это другому человеку, и они готовы с вами продолжить, объединившись в обучении других-других, это созидательное. А когда вы что-то умеете, а это обман, полуобман, полутона, и вы пытаетесь из других что-то выжить, при том, при всём видя, что они не очень разбираются в том, о чём вы им рассказываете, ну, тогда придётся платить. Рано или поздно придётся платить. Почему выбор каждого из нас, и можно определить на сегодня, на сейчас, как живёт человек, кто с ним рядом, какова перспектива, каково его мышление, о чём он говорит, насколько он, в принципе, может о себе повествовать, насколько его поступки и соответствуют тому, о чём он повествует. Не крайность ли это, не одна из ли, или из противоположностей, или из масок, которые вам дают для того, чтобы вы услышали. И в этом разбираться, это опознавать, ну, на самом деле, больше здесь-то особо нечем заниматься, кроме, если чьи-то желания исполнять, и какое-то иное количество денег, назначенное вам, за это получать. Вот так интересно мы тут с вами сегодня разговариваем. Прямо спасибо вам огромное за такие ёмкие вопросы. Здравствуйте. Хочу поменять место жительства в пределах ТРФ. Как убрать страх перед началом действия? Мне 63 года. Никуда никогда нельзя. Однозначно, никогда. Значит, у вас, если есть желание что-то поменять, значит, вы на что-то опираетесь, на какую-то материальную базу, на какие-то собственные свои представления. То есть, вы хотите возместить недостаток чего-то, что отсутствует на сегодняшний момент в вашей жизни. Значит, сначала выбирается координация, да, где это можно обрести. Когда выбралась точка, там, да, территория какая-то, тогда обязательно туда нужно поехать. Самое лучшее, это когда выбирается несколько точек, и условно там, ну, не знаю, снимается жилье там, или есть какие-то родственники, в зависимости от того, какая у вас ситуация, и вы туда приезжаете, в тот период там жизни, когда, ну, допустим, много солнца, если вам солнца не хватает, или наоборот, когда вы хотите чуть-чуть похолоднее, и как-то, ну, затяжная хорошая осень, или наоборот, снежная зима. Вы выбираете из расчёта период времени, зачем вы туда едете, вы хотите увидеть, вот действительно вы решили то, что вам не достаёт в этот, ну, сезон, да, вот это действительно для вас нужно. И живёте спокойно там две недели, и просто наблюдаете, и просто гуляете. Насколько, как ни парадоксально это звучит, принимает вас эта территория, или не принимает. Насколько люди, обращающиеся к вам, часто встречаются на вашем пути. Насколько вы начинаете спокойно на этой территории ориентироваться. Или вообще вас никто не замечает, или вы рассчитывали на какие-то свои представления, это не будет соответствовать тому, что вы увидите. Выбирать нужно только тогда, когда вы точно понимаете, что это ваша территория, что там есть то, чего вам не достаёт достаточно длительный промежуток времени. И самое главное, что то, чем вы занимаетесь, там система занятости, как бы то ни было, то ли вы привыкли в своём доме жить, то ли вы привыкли жить в квартире. Квартира, она тоже где-то должна находиться в привычных, более для вас понятных системах доступа к магазину, к больнице, ещё к чему-то. Ну в чём вы сейчас находитесь? Вот это среда обитания, в которой вы сейчас находитесь. И куда вы хотите уйти, вот уехать, вернее, вот там, где уехать, она должна чем-то быть дополнена сегодняшним вашим проживанием, но никак не должна быть хуже от того, что вы на сегодняшний день имеете, где вы живёте. И обязательно туда нужно съездить, для того, чтобы не было прометчивых поступков. Почему? Да потому что, к сожалению, мы часто убегаем из каких-то неприятных условий. Но мы никогда не идём, не едем, не проверяем, куда мы хотим попасть. А если это в никуда, то там будет однозначное разочарование, потому что вы убегаете откуда-то. А нужно куда-то с пониманием, как это будет выглядеть, и с абсолютным таким осознанным состоянием спросить у себя, это действительно то, чего я хочу? Тогда, во-первых, у вас включится воодушевление. Тогда у вас просто начнёт что-то получаться. И тоже не забывайте о том, что когда вы отсюда так или иначе будете уезжать, вы потеряете какое-то количество из своих знакомых, какое-то количество того, что для вас было это дорого. И вы должны понимать, что там это вам должно возместить. Что-то там, куда вы хотите переехать, должно быть более ёмко, более для вас значимо, чтобы пока пройдёт адаптационный период, вы не должны ни разу не подумать о том, что вам здесь плохо. Потому что как только вы подумаете, что плохо, пойдёт откатная система, и состояние сожаления будет потихонечку, потихонечку разъедать. И вы начнёте, или как любой другой человек, начнёте видеть, что не нравится. И перестанете обращать на то, ради чего вы выбирали эту территорию. Вот с этой стороны посмотрите. Я думаю, что гораздо проще будет принимать решение. Но, по крайней мере, и будет более обоснованное, более осознанное. Спасибо вам большое за такой понятный и подробный объект. Пожалуйста. Спасибо огромное. Я тогда с вами прощаюсь. Я рада нашей сегодняшней с вами встрече. На мой взгляд, на мой взгляд, я сегодня такая говорливая была. Такое впечатление, что многие из вас как-то прямо аж впитывали то, что я говорю. Значит, у нас с вами такая коммуникационная системка настраивается. Вопросы у вас достойные. У меня повествование идёт от того, что вы действительно в этом заинтересованы. А самая большая заинтересованность в себе, в окружении, в том, чтобы нашу с вами жизнь улучшать качественно и повышать свой уровень осознанности. Жизнь потрясающая штука. Женщина мучиться видеть и ощущать любовь и энергию. И тогда вокруг вас будет огромное, достаточное количество мужчин, из которых вы можете сделать выбор своего, того единственного, с которым будет созвучие. Тогда и работа, на которую вы будете приходить, она доставлять вам будет радость. Тогда все ваши мечты, которые вы так лелеете утром или вечером, или днём, когда пьёте кофе, или просто кушаете, хотя, когда кушаете, лучше просто кушать. Но, тем не менее, мы обязательно начнём потихоньку их исполнять. И не бойтесь тратить на это время, потому что на другое здесь тратить время не стоит. Просто не стоит. И я уверяю вас, что мы рано или поздно обоюдными усилиями к этому придём. Хороших выходных, приятного вечера. И спасибо, что вы у нас есть. Вы даёте нам вдохновение, а мы возвращаем вам нашими знаниями, которые и для нас чертовски важны. И мы тут делаем всё возможное и невозможное. А вы получайте, применяйте и улучшайте своё качество жизни. Всего вам доброго. До будущей пятницы, надеюсь я. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok